Бриофилум. По-моему, ещё не смолкли споры о том, как классифицировать это растение. Одни относят его к колонхое, другие дают ему большую самостоятельность и отдельную группу выделяют, которая так и называется – бриофилум. Но те, которые относят к колонхое, всё-таки тоже их немного отделяют и называют их живородящими колонхое. Вот. Именно из-за этого. Но об этом мы с вами ещё поговорим. Я ни разу не ботаник, поэтому своего мнения у меня нет, но мне больше нравится самостоятельность и название их бриофилумами. Итак, бриофилум. Родина его Южная Африка, Мадагаскар. Там в природе, конечно, они растут более роскошно, и полтора метра, и больше для них не предел. У нас в комнатах, конечно, нет такого размаха и такого разнообразия. У нас порядка десяти видов растут бриофилумов. У нас растут порядка десяти видов бриофилумов. Один из них перед вами. И он, конечно, гораздо скромнее, чем у себя на родине. А вообще их много. Они различаются и формой листьев, и формой цветов, и окраской цветов. Они довольно разнообразны. Есть даже ампельные формы, есть и ползучие формы. Итак, бриофилум Дегремона. У него вот такой рисунок на листьях, снизу причём. Одни называют этот рисунок мраморным, другие называют муаром. А сверху просто зелёный лист, зубчатый край. И на каждом, на каждом зубчике у него есть вот по такому ребёнку. Поэтому он и называется живородящим. У этих ребёнков даже есть маленькие воздушные корешки. И они легко отделяются, они легко отделяются от материнского растения. И при попадании на почву прорастают. Получается новое маленькое растение. Новый маленький бриофилум. Их можно размножать и листиками. А можно и черенковать. Ну и можно просто детками. Я никогда не видела, чтобы цвёл вот этот бриофилум. Но в литературе написано, что они цветут. Поэтому если у кого-то цвёл, и человек может поделиться своими впечатлениями, я буду рада прочитать это в комментариях. Ну а мы продолжаем рассматривать вот это растение, которое я ни разу не видела, как оно цветёт. Как и все суккуленты, к которым относятся и бриофилум, и колонхоя, и другие толстянковые, требует умеренный полив. Лучше его не долить, чем перелить. Субстрат можно взять готовый в магазине для суккулентов. А можно составить самой, но только помните о том, что процентов 20 должен занимать песок. А так там должна присутствовать дерновая земля, листовая земля, перегной и обязательно песок. Ну и про дренаж не забыть. И горшок должен быть скорее широким, чем высоким. Диаметр горшка должен быть больше его высоты. Требует освещенности достаточной. Но от прямых солнечных лучей может пострадать, как и многие растения. Если не соблюдать все рекомендации по его уходу, о том, что летом он усиленно растёт, потом зимой у него наступает период отдыха, после которого он и зацветает, а до этого он нуждается и в подкормках, и в поливе, и всё такое прочее, как и с остальными суккулентами, то он и не зацветёт, ещё вдобавок и вытянется. Вот, допустим, как вытянулся вот этот бриофилум. Он уже нуждается в обрезке. Но обрезка, как я узнала, большого эффекта может не принести. То есть мы, если обрежем, мы будем ждать, что здесь проснутся почки и будут новые молодые побеги. С бриофилумом это далеко не всегда получается. Проще вот просто укоренить эту макушку и получить новое растение или попытаться вырастить его вот из этих маленьких деточек. Смотрите, сколько их здесь насыпалось в этом горшочке. Поэтому проблем с его размножением не будет. И проще, повторяюсь, вывести молодое растение из этих деток, чем добиться чего-то обрезкой. Некоторые виды бриофилума ядовиты, а вот именно этот догремона является лекарственным. Это уже проверено временем, и это растение часто называют домашним доктором. И цветком диоты его называют. Якобы поэт употреблял в пищу листья вот этого цветка и таким образом как-то поддерживал своё здоровье. Их надо будет срезать, подержать в темноте при невысокой температуре некоторое время. А потом извлечь из них сок. Сок для хранения законсервировать его можно спиртом. Но это всё есть в специальных справочниках. Я на этом останавливаться не буду. Только добавлю, да, что вот это растение лекарственное. И как раз вот им лечат всякие простудные заболевания. И вот именно от капель в нос вот этого бриофилума мы можем чихнуть и 20 раз подряд. Если у вас какие-то есть ещё сведения об этом цветке, которых я не знаю, напишите. Я буду рада прочитать. Вот ещё вам много кадров этого чудесного бриофилума Дегремона. До следующей встречи. С вами была Марина.